Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о разном. Ну такие цветочные новости. Я вам покажу свою диплодению красавицу, которая свела у меня желтым. И расскажу вам про бугенвилю бансай, которую я делала. Вот моя диплодения красавица, конечно. У нее просто, вот видите, сколько бутонов сразу идет. Но самое, конечно, обидное и неприятное, на самом деле она всего, раскрытый цветок держит всего одни сутки, то есть один день. Представляете, вот есть диплодения бордовая, розовая, у них как бы бутоны держатся долго, а именно у желтой почему-то один день всего. Это, конечно, печалька. И все-таки, вот видите, у нее листва отличаются очень от других. Я думаю, что это все-таки мандавила у меня. Вот у нее, видите, вот цветочек был. И сегодня она его скинула. То есть он еще день продержался, вот такой вот, полузакрытый такой, да, и все. Сегодня он уже лежал на полу. Ну, у нее здесь бутонов очень много. Она у меня стоит на окне. Ну, вот я смотрю, она у меня захлорозила листочки, хотя удавлением я ее поливаю и против хлороза тоже опрыскиваю. Земля у нее сухая почти, то есть это не перелив, то есть это недостаточно каких-то микроэлементов. В общем, буду разбираться. Вот такая красота. Очень мило смотрится. Ну, я пополняю свою коллекцию бугенвилий. Я вот здесь приобрела такой черенок, вот он у меня распустился. Это новинка. Сорт называется Ротана Райнбоу. Вот такой вот сорт. У нее есть варигатность на листьях и вот у нее такие цветочки. У меня уже из этой серии есть такая с розовым оттенком и это вот такая белая. Конечно, они цветут очень обильно и у них вот цветочки вот эти вот, они не колокольчиком, а вот как бабочки какие-то. Вот прям очень изящно, очень красиво смотрится. Смотрится, конечно, по-другому, отличается. Сейчас я вам покажу ее поближе, потому что она еще маленькая у меня. И вот она совсем маленькая, вот уже, видите, цветет. Вот такая вот красавица. Совсем маленькая еще. Но эти сорта очень хорошо цветущие. Ну, хотя бугенвилия вообще хорошо цветет. Конечно же, когда она у меня вырастет, я ее буду черенковать, чтобы увеличить количество этого сорта. И вот хочу вам показать, как у меня выглядит сейчас бугенвилия бонсай, которую я делала, которую убирала корешочки. Просто у меня там были комментарии, что вроде как, зачем я столько корней убрала. Ну, это я так, когда я там думала, и по-другому написала. В общем, бугенвилия сама, она даже не пережила стресс. Потому что я ей оставила листву, я думала, она ее скинет. Но она ее даже и не скинула, она даже не повяла после этой процедуры. То есть процедура ей пошла на пользу. У нее здесь появился новый рост. И все-таки растение само стрессануло, хотя оно как бы вида не падало. Она начнет свисти скоро. Тем более я же за ней наблюдаю. Я вот увидела, что вот у нее вот эти корешочки стали утолщаться. То есть это будет потом, когда, вот я уже говорила, когда делала эту процедуру, что года через два у нее вот эти корни утолщатся. И их больше на поверхности, вот их будет видно. И можно будет потом ее либо поднять, посадить, например, на камушек, например. Или наоборот, горочку сделать из почвы, да, грунта. И ее вот корни разложить. То есть это тоже можно разложить по решечке потом, когда они утолщатся. И что еще хотела сказать. Эту процедуру, конечно, я делала не впервые. То есть обрезка корней у меня уже была. И поэтому опыт уже есть. Я уже знала, что, в принципе, будет все хорошо с растением. Поэтому я так уверенно это все делала. Если бы я делала это первый раз, конечно же, я это все сказала, что первый раз. И не знала бы, как растение отреагирует. А растение реагирует на это очень хорошо. И вот хочу вам показать свой абутилон. Это тоже моя новиночка. Вот посмотрите. Вот я снимала видео где-то неделю назад, например. И вот у него распустился еще второй цветок. Очень долго держится, да. И вот еще третий распускается. И здесь он вообще весь в бутонах. Вообще растение, конечно, оно простое, да. Но оно красивое. То есть вот этот цвет еще, видимо, и все-таки долго держит бутон. Но посмотрите, какая прелесть. Я, если честно, вообще влюбилась просто в это растение. Еще хочу поближе снять свой абутилон. Я просто не могу на него насмотреться, честно говоря. Очень красивый. И вот я уже сказала, да, что очень долго держит свои цветочки. Вот оранжевый, который у меня, он вообще быстро как-то отцветает. А этот, ну вообще... И, конечно, хочу показать свою красавицу Гордению. Хотя у меня был комментарий по ее поводу, что она у меня выглядит ужасно. Что она очень сильно у меня хлорозит. И что безобразно выглядит. Мне, конечно, это неприятно было слышать. Потому что я считаю, Гордению у меня выглядит хорошо. Что вот эти побеги я не обрезаю. Я хочу вырастить большой куст Гордении. И я, конечно, обрезать ее пока не хочу. А хлорозик у нее, конечно, есть, но небольшой. Я просто это вижу. Ну, я как бы с ним борюсь. Но, вот видите, какой куст вообще просто. Мне, конечно, нравится моя Гордения. Гордению я покупала... Это у меня голландская Гордения. Я ее покупала в Леруа Мирове. И все же она, посмотрите, как у меня выросла. Я считаю, что Гордения, она же вообще очень плохо и переживается. Особенно голландские. Они очень капризные. Она и сама-то капризная очень. Тем более, еще если голландские, они очень плохо. У меня просто был опыт уже. У меня был тоже такой кустик уже, но меньше был. Тоже голландская. И после пересадки у нее просто уже корешочки были видны. Я ее просто перевалила в другой горшок. Даже не трогала я ее землянолку, потому что все в кормях было. И все равно она стрессанула и погибла у меня. То есть вот она вот настолько капризная. Но это вот я не знаю, как бы. Но пока она будет расти у меня в этом горшочке. Я ее трогать не буду. А так шикарный куст, конечно. У нее и листочки все, в принципе, это хорошие. Это, кстати, вот холорост еще появился небольшой, когда она начала цвести. Видимо, совсем не хватает ей микроэлементов тоже. Ну, в связи с запуском летней миранны, здесь, конечно, растение у меня убавилось. И здесь, как бы, получается, у нас здесь же восток получается, а здесь идет юг. То есть я хочу теперь вот эту полку свою переставить сюда. Вот эту полку я, конечно, хочу переставить, потому что здесь получается только низ. У меня вот солнце попадает на низ. А вот эти вот остальные полочки солнце вообще не захватывает. И ее нужно поставить, где побольше солнца, где побольше света. Думаю, что вот сюда полочку поставлю. И как раз солнце сюда будет поворачиваться. И здесь, как бы, солнца будет больше. То есть на все полочки будет попадать солнышко. Вот такие у меня планы. Да, и хочу еще вот этот козырек снять, потому что он как раз притеняет. Вот сегодня этим и будем заниматься. Ну, сейчас весна. Погода стоит у нас замечательная. Конечно, хочется повалять свою коллекцию вот такими прекрасными растениями, цветущими. У нас, конечно, погода стоит замечательная. У нас сейчас, правда, похолодало. Ну, днем плюс 11, а ночью вот, да, плюс 3. Сегодня минус 1 будет ночью. А завтра плюс 10, а послезавтра уже плюс 20. И воскресенье тоже плюс 20. То есть вообще замечательно. Для нашего региона, конечно, на юге такая погода вот тут. Еще прохладнее, наверное, даже стоит, чем у нас. То есть погода, конечно, радует. А мы уже видели и плюс 26. То есть для Тюмени это, конечно, вообще просто супер. Ну, всем желаю хорошего настроения. Увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова